А вот сейчас... Здравствуйте, видите, за субтитры. И, собственно, начнем лекцию. Для начала я хотел бы поговорить на самом-то прочем примере для второго взгляда наукного выросла. В целом, в принципе, будет посвящен таким объектам, как универсальные верстывающие алты, тренинги и двусторонние идеалы. Я буду осматривать локальный процесс, можно сказать, что это такое. Вначале я хотел примеров о прощих для народа. Вначале я хотел примеров о прощих для народа. А у нас я просто выключу или не надо? В порядке с проходом. Мне кажется, в целом я могу просто где-то... Ааааа... Окей. Ты. Ну, значит, в чем суть данного предела? То есть я знаю, что в целом пределе среди два стоим, что, видать, может быть представлено в целых инообразующими, где hf, значит, у нас там будет получаться то, что hg равно 2e, hf равно минус 2f, ef равно h. Ну и мысли себе это как-то можно и нужно, потому что вот у нас есть, собственно, диагональные маски, маски 2 на 2, и у нас, собственно, e это вроде вот он, f это вроде вот он, ну и так, если мы берем маски следом 0, то h это вот он. Ну и, собственно, универсальная оберка вычалок выбрать в штуке, она тоже легко. Это получается у нас на самом деле что-то типа многочленов от e, h и s, то есть это будет, будет вместо банки, e в степени i, h в степени k, f в степени l, i, k, l, они прямо как многочленов неотрезательны. Ну и дальше вот там, все знают, что эта штука обладает статурой, теперь вопрос о том, как устроены многосторонние идеалы этой штуки, и как устроены модули на этой штуке. Ну, как-то из полезных знаний тут как бы есть такое, что у нас имеется центральный элемент бета, порогающий вид фензора, который будет иметь вид h квадратный 2, e, s, e, и вот дальше там что-то с этим должно твориться. Ну, стандартная механика насчет того, как бы что-то делать выглядит в следующем образом. Давайте скажем то, что, ну вот у нас есть вот такое представление элементов e h, давайте превратим вот это представление в представление e h, а именно пусть e это у нас x до y, f это у нас y до x, h это у нас x до x минус y до y. Сейчас, может, а, нет, выкинули. Может, ешь, ешь, но сменится. Ну, и теперь давайте посмотрим, как бы, а что, а что мы внутри, ну, у нас есть дифференциальный оператор переменной средствы, давайте посмотрим, что же мы можем этим дифференциальным оператором пронить. вот, ну, дифференциальные операторы, мы можем пронить, на самом деле, ну, видно то, что у нас тут есть сколько иксов, столько и до иксов, столько и до иксов, сколько иксов, сколько иксов, иксов, икс, 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 иксов на спадают. Иксов на спадает. Это, на самом деле, соответствует тому, что у нас есть некоторый волшебный оператив, который сами называются оперативомейлера, который просто соответствует реакциям более растягивающихся все из нуля, в которых все эти элементы соммутируют. Ну и достаточно легко проверить, то есть на самом деле, образ , будет совпадать с множеством элементов, которые соммутируют с этим элементом ген. Более того, вот это отображение из универсальной оберстывающей в эту штуку будет являться логомортизмом. Таким образом, конкретно специально обращающий логомортизм 2, можно думать в метод под алгебру внутри дефицциальных операторов, которые коммунируют с вектором, растягивающим все от нуля. Теперь скажем следующее. Давайте подумаем об этом в цернах картинке. Это выглядит следующим образом. Кто такой дефицциальный оператор? От двух переменных, а дефицциальный оператор на блок. И дальше, вот собственно, у нас есть то, что растягивает плоскость от нуля 7 или иной. Ну, понятно, что где-то рядом бегает P1. Ну и как бы действительно бегает. Если мы рассматриваем простые модули, или если мы рассматриваем какие-то модули, ну и, в общем, всякие расширения простых модулей, вообще это бывает полезно, у нас обязательно сегментные центры будут действовать не абы как, а умножая на разные скаляры, а в идеале и на один скаляр. Соответственно... Так, если что, у нас элемент центров, который был дефицент превратив в E на E плюс 2. Соответственно, с точки зрения вот этого подхода, с которым нам интересны простые модули, мы получим, что на самом деле вот эти специальные операторы... То, что правильно рассматривать не просто вот эти специальные операторы, а вот эти, в принципе, кусочек специальных операторов, из которых у нас E действует некоторым скаляром. Скажем, лямбда. Нулевым или ненулевым по ситуации. Ну и можно, на самом деле, расширить произвольный модуль над вот этой алгеброй, которая, на самом деле... Вот эта алгебра, на самом деле, она изоморбна у f2, фактор по z минус лямбда по определению, до модуля над алгеброй z и y. Вот здесь E минус лямбда, здесь z минус лямбда на лямбда плюс 2. Вот. Можно расширить все это до модуля над c, но это будет не просто модуль, это будет E-градуированный модуль. E-градуированный модуль. Ну и, собственно, можно смотреть на то, что происходит с градуированными компонентами этого модуля. Вот. На самом деле, утверждается то, что вот эта штука, она по определению будет изоморбна алгебры дифференциальных операторов на... Ну, давайте так. Если лямбда равно нулю, то это будет просто алгебра дифференциальных операторов на p1. А если лямбда не равно нулю, то это будет некоторая скрутка этих самых дифференциальных операторов. Давайте я попробую объединить, какой смысл может иметь в данном контексте скрутка и вот. Ну, собственно, что сказать дифференциальные операторы? Дифференциальные операторы, собственно, имеют в виду эти функции. Ну, давайте, короче, посмотрим, что такое функция на p1. Функция на p1, ну, это, собственно, функция от разделить на y. Ну, по крайней мере, рационально. Значит, смотрим, как у нас есть вот этот серфик. Ну, конечно, у нас все дифференциальные операторы будут... Ну, во-первых, заметим то, что, ну, скажем, умножение на x не переводит это под поле в c и y себя, а все вот эти дифференциальные операторы переводят. Дальше заметим то, что на серфик с y на самом деле вот этот оператор и действует нулёк. Таким образом, на самом деле, когда мы действуем на вот этом поле функции на p1, то тогда на самом деле у нас действует не вот эта алгебра, а ее фактор при лямбде равном нулю. Фактор oe минус. Вот. Теперь, что соответствует фрук? Давайте рассмотрим недословно вот эти функции, которые соответствуют, на самом деле, течению тривильного распространения. Ну, что-то на них довольно похоже. А именно давайте возьмем какое-то комплексное число лямбда и умножим это на x в степени лямбда и напишем рядом c от xy. c от x делить на y. Легко проверить то, что вот эти все наши дифференциальные операторы, которые x, y, y, x, 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 y, они последовательно будут сохранять. Вот это, на самом деле, пространство уже в t от xy. И при этом у нас e будет действовать, собственно, с параметром лямбда. То есть, e минус лямбда будет действовать на произвольный элемент здесь нулем. Вот. Ну и, на самом деле, это намекает на то, что, когда мы размазываем, там, те или иные структуры, связанные с алкопромерли, оказывается полезно рассматривать какие-то полные комплектные многообразия. И, на самом деле, оказывается, эти алкопромерли связаны с модулями на дифференциальные награды на этих полных комплектных многообразиях. И это бывает полезно рассматривать какие-то структуры. Ну ладно, это было две строчери общих картинок. Теперь давайте попробуем поговорить о том, как выглядят двусторонние идеалы в алкопроле и у s32. Ну, собственно, факт номер один. Любой двусторонний идеал обязан непременно перескаться с центром, который поражен элементом z, выписанным вправо. Вот, факт номер два, на самом деле. Ну, давайте так. Если нам сказали описать произвольные идеалы, да, консультативные, допустим, от трех элементов, это нечто-вая проблема, которую, я сейчас не понимаю, как можно решать. Но можно рассмотреть, скажем, радикальный идеал. И с радикальным идеалом ситуация несколько более понятна, потому что радикальный идеал соответствует нам с сговорением, ну, соответствующим аферным сговорением. Ну, вот здесь, на самом деле, происходит то, что. А мы, на самом деле, любому идеалу у s32 можем поставить его радикалу, который по определению будет максимальным двусторонним идеалом, ну, давайте я его назначу, и штрих, максимальный идеал, и штрих, для которого выполнено такое использование, что и штрих в s для некоторых вариантов будет с диджатом выглядеть. Да, с диджатом выглядеть. Ну, и, как виднёте всего, что здесь идти, на самом деле, легко видится, потому что, в том числе, сам этот радикал будет являться, степень нашего радикала будет являться подможеством в нашем идеале. Ну, и, на самом деле, одна из мыслей в том, что, как бы, удобнее, придяднее и понятнее описывать радикальные идеалы, чем проигольные. Идеалы, на самом деле, это у нас будет, в том числе, где наблюдаться. То есть, когда мы рассматриваем радикальные идеалы, то каждый такой радикальный идеал будет являться причинением нескольких простых. Идеал, на самом деле, каждый простой идеал будет соответствовать некоторому значению по-равильно сказать, ну, некоторому максимальному идеалу ЦРТ. Значит, я сейчас выбраться идеалов. Сейчас. Будет являться причинением некоторых идеалов ИЖИ. ЦРТ, где ЖИ, будет бегать от единицы до К. Каждый ИЖИ будет являться, на самом деле, простым или привитивным идеалом. Ну, в данном контексте это одно и то же, в целом это довольно разные вещи. Давайте я по такому поводу сразу сделаю определение и простого, и примитивного идеала. Потом нам это потребуется несколько больше в деталях. Я это сделаю, напомню. Значит, по определению простой идеал это такой идеал, который, для которого если у нас для каких идеалов И1, И2 выгодно, что И1, И2 содержится в КИ, то И1 содержится в КИ, или И2 содержится в КИ. А примитивный, значит, у нас имеется, есть некоторая алгебра А, где есть некоторый идеал и в этой аффициативной алгебре, то тогда можно рассмотреть какой-нибудь простой А-модуль. Что я напомню по определению, это на самом простой А-модуль, что по определению на самом деле, что у нас есть некоторый атоматизм М, а то, что модуль простой, значит, на самом деле, что для любого подпространства М4 в М выполнено, что А-мстрит не равно М4. Потому что все, что вызывает вот это мудовое подмодуль, и они вызывают их подмодули быть и долгом. М3 не равно. А-мстрит не равно. Ну и, значит, где у нас есть вот такой простой модуль, можно говорить об аннуляторе этого модуля в нашей аффициентной алгебре А, ну, тогда, то есть, идеал называется примитивным, если он является аннулятором гектропротомов. Вот. Ну и вот такая картука. Притом, значит, как... Теперь давайте, собственно, поговорим о том, как описываются простые примитивные идеалы. Станция инвекции. Можно вопрос? Да. Да. Анна Сергеевна, то что у нас выступал общественские циф роздьева. Ну, а maximalarakтинские циферброды-шירовы универсальный универсальный он университет по университет до Ну, не знаю, это какого-то баланса, баланс такой. Лучше оставить. Ну вот, давайте я нам не стараюсь оставлять простые примитивные идеалы в данном случае. Оказывается, что в случае универсальной администрации это называется 1-2-3. Ну, вроде ситуации, когда простой идеал – это нулевой идеал, но как-то верно помолчить об этом единственном случае. То есть, во всех остальных случаях у нас, значит, примитивные идеалы. То есть, на самом деле, здесь вот это описание, оно должно быть уточнено так, что у нас либо сам идеал равен нулевому идеалу, либо он является причинением конечного числа примитивных. В целом, нулевой идеал, который является причинением некоторого набора примитивных идеалов, то мы будем взять из-за личности. Теперь, собственно, я говорю, что у нас описание… Ну, давайте, вот через прим от нашего O от S2 я обозначу примитивные идеалы от S2. Индивентальный объект, получается, любом. Значит, как я уже говорил, здесь живет нулевой идеал, он как бы живет – живет. Дальше, на самом деле, имеется одно семейство идеалов, которые форматризуются просто с произвольными комплектами числа, но и можно как-то описать это семейство можно следующим образом, в том, что это идеалы бесконечной размерности, то есть размерность… … … … … … … … … не приводит ЭВН обозначает неприводимое н-мерное представление. Тогда мы можем сказать, что у нас у этого неприводимого н-мерного представления есть некоторый аннулятор, но обозначим его и Н. Очевидно, что этот идеал будет иметь конечную поразмерность. Но потому что это ядропом гаммортизма в некоторых количествах мало. Ну и дальше. Там есть некоторые отключения между этими идеалами. По-моему, если лямбда равно н плюс 2, то тогда и лямбда содержится в н. А никаких других отключений между ними нет. Значит, когда мы рассматриваем переключения вот этих примитивных идеалов, то мы должны исключить идеал, который бы круглоскровок был. И никаких других ограничений, но такие переключения реально нет. Вот. Давайте так. Кто когда-либо просто видел и знал, и знает, я не знаю, в какой форме тропы, описание двухсторонних идеалов для универсальной вершинки это не было. А кто понял, что сейчас произошло? Раз, два, так, ладно, давайте попробуем повторить. Общая мысль на самом деле будет в том, что я буду опинить двусторонние идеалы, это заметно более сложно и пользуя результаты, которые уже давным-давно, я знаю, 40 лет назад получены для универсальных оберзывов, неизмерных французских алгебрелей, в том числе для классических алгебрелей, в основном для классических алгебрелей. И вот, я человек в Москве примерно позволяет понять это в том, где-то. Значит, в данном контексте классификация идеалов выглядит так. У нас есть нулевой идеалов, который в любой статусе на выборах есть, и ему хорошо. что-то он примитивен. А, ну вот просто, сейчас, примитив, сделать в виде. Вот просто, в данном контексте, но не примитивен, потому что любой простой модуль должен, на самом деле, по аналогу Лена-Шура навинуть все элементы цены, задействовать некоторым скаляром. Дальше, есть некоторое синейское идеало, которое проинфертует с комплектами чизма. Идеалы описываются таким свойством, то, что у нас разница неского выбранного элемента в центре и разница Z-3 где Z некоторые выбранные элементы в центре должно должно принадлежать идеалу, и сам идеал будет иметь оценичный размер. Ну и пункта старого антимейского идеалу, которая связана с представлением в центре Z-2. Возьмем модуль верма отставшим вермам соответствующим энергием, соответствующим энергием, но у него есть системы с центральным трактором модуль верма ответом минус а минус два, который не приводит. Ильяна ильяна поражает этот фигу Ameri да в целом это хорошая идея и что Ильяна это просто идеалы пораженные за длину да все это а 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 Так, вот мы немножко поговорили про ассоциативный алгоритм, посмотрели, например, того, как у них могут описываться их двусторонние идеалы, посмотрели на то, как через такие механики можно попытаться анализировать представление технично-мерных алгоритм, и, ну, на самом деле, вот этот элемент взял такой же путь, как здесь, поэтому, на самом деле, вот эти методики, позволяющие свистить, как в геометрии, там, каких-то многообразных влажных, в конкретном маленьком груди, это будет Ф1, там будут подняться тоже какие-то дополнительные параметры, с которыми можно и нужно работать. А теперь, собственно, я хотел поговорить про второй основной объект, который будет плавным для нашей дирекции, а именно про локальные простые алгоритмы. То есть вот это ассоциативный алгоритм, двусторонние идеалы, теперь мы переходим на алгоритм. Это локальные простые алгоритмы. Ну, там зависит от лямб. Да, то, естественно, у нас лямб равно нулю, что бывает, наверное. Я говорю, если мы стоять на нулю, то нам нужно рассматривать какие-то спутники. Вот эти спутники, они как-нибудь, знаешь, соответственно, потому что мы должны рассматривать немного другие, там, расплагения и подобные объекты. Потому что нам нужно рассматривать как бы не рациональные функции серфисные, а что-то типа, ну, вот такого расплагения, соответственно, в какой-то степени лямб. То есть, значит, что такое локальные простые алгоритмы. Ну, вот здесь, знаете, классификация конечномерных простых алгебрелей, которые, как известно, это то же самое, что и диаграмма дымтина. То есть, для изомартизма это то же самое, что диаграмма дымтина. Ну, и они там все могут быть перечислены. Значит, вот у нас есть диаграммы типа А, это когда такая длинная палочка. Имеется диаграмма типа В, когда у нас длинная палочка со стрелочкой в конце. Имеется диаграмма типа С, когда палочка в другую сторону, в конце стрелочка в другую сторону смотрит. Имеется диаграмма типа D, когда у нас в конце такое раздвоение. Имеется диаграмма типа G2, E6, E7, E8. Давайте еще бодренько нарисую, почему бы нет. То есть, G2, это у нас когда стрелочка есть, но она умудряется каким-то чертом быть аж тройной. E6, это когда диаграмма выглядит вот так. E7, это когда в диаграмме E6 мы еще пририсовали вот такой хвостик. А E8, это когда мы в диаграмме E7 пририсовали еще один хвостик, и как бы два хвостика в диаграмме E8. Ну и как бы вот это все, некоторые вполне себе полезные объекты. А теперь ее 4. А-а-а-а. Ну, короче, спасибо. Так, это когда у нас стрелочка есть, она посередине, и может смотреть в любую сторону, получится одно и то же F4. Вот. Теперь мы хотим сделать простые решения. Вот она значит определение к экстремерной алгеброли. Мы хотим рассматривать эти скрипочки этих алгеброли, которые идут в другую сторону. И все должны быть простыми алгеброли. Ну и размеры, естественно, образом возрастают. И вот мы хотим попытаться что-нибудь сказать про такие алгеброли, в идеале, вообще, кстати, классно. Из хороших новостей. Во-первых, на самом деле, можно считать, что все же лиды – это классические алгеброли. То есть, вот эти, ребята. Классический алгеброли. Да. Ну, потому что, смотрите, у нас размерности постепенно возрастают. Соответственно, в тот момент, когда у нас размерность вот этих наших алгеброли превысит максимальную изразмерности G2, E6, E7, E8, F4, на алгеброли не может больше быть исключительной, потому что вот этих исключительных алгеброли только конечное количество. Соответственно, размер от них ограничено сверху. Вот. Теперь дальше. Значит, вторая хорошая новость заключается в том, что, на самом деле, имеется описание всех таких сложений алгеброли. Там G2, E7, 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 E7. Вот, точность до сопряженности. И вот, на самом деле, она в какой-то форме понадобства, и понадобства, скорее, для классических алгеброли. И, по большому счету, там заметная часть работы Дымкина, она как раз про то, как там, сколько бывает различных СССР2 под алгеброли и не только СССР2 внутри алгеброли, G8 или чего-то подобного. А в случае с классическими алгеброли, на самом деле, ситуация настроена несколько более понятно. А именно, вот в случае у нас есть это меньше алгеброли, G8, и мы сразу хотим ее вложить в СССР2. То есть, это, на самом деле, алгебра типа А. Вот. Ну, на самом деле, это соответствует тому, что мы рассмотрим, ну, так как СССР2, это естественным образом, подпространство, в эндоморгизм от этого пространства В, это автоматически сдает представление. ЖИТ в СССР2. Ну, привозимые или не привозимые, как мы видим. И на самом деле, описать все вложения ЖИТ в СССР2, это примерно то же самое, что описать все ЖИТ модули размерности В. Ну, там есть всякие детали, то, что иногда какие-то, ну, какие-то политики архоморфизма, скажем, у нас есть естественный архоморфизм СССР2, который переворачивает нашу диаграмму Дынкина, или, там, переводит матрицу в минус транспонированную. И на самом деле, это делает так. Некоторые представления ЖИТ в СССР2 могут дать там с точностью до внешности маршрута с одно и то же вложением. Но в целом представление вложения ЖИТ в СССР2, то есть сопряженности, то же самое, что в те ЖИТ модули размерности В. А в те ЖИТ модули размерности В. Это так, что не приводимые, каждый неприводимый сдает со своим датным местом, но там, когда он хорошо работает, можно все логить. Здесь есть некая комбинаторика, которая контролирует такие вложения. Ну и теперь, на самом деле, как вам не кажется, что из этого отключения должно быть понятно, что на самом деле отнесение тех вот таких эпохи в ЖИТ, в ЖИТ, в ЖИТ, в ЖИТ, в ЖИТ, в ЖИТ и так далее, это неизвестная комбинаторная задача, которая казалось бы давно была бы быть решена уже давным годом. Но, возможно, есть нюансы. Вот, конкретно, эту комбинаторную задачу, если есть, в честно, никто решать не умеет, но как-то все-таки, может попробовать, если бы, возможно, там есть довольно внятный ответ. Имеется, на самом деле, вот, насколько я знаю, один частный случай, в котором народ таки дошел до некоторого дня, до выведя что в ответ. Вот про этот частный случай соответствует слову диагональное вложение и диагональное аудиторию. И вот сейчас я хочу поговорить о нем поподробнее. спасибо. Спасибо. Я хочу начать с трех конкретных важных для меня примеров таких локальных простых алгеброликов. Самый простой пример локальных простых алгеброликов. Не хитро придумать себе отображение из ассоль 2, ассоль 3. Потом ничуть не менее не хитро придумать себе отображение из ассоль 3, ассоль 4, ассоль 5 и так далее. Ну и дальше из ассоль 1, ассоль 1. Несложно видеть себя в том, что всякое такое вложение на уровне матрицы дает следующим образом. Мы должны взять матрицу А размера NN и перевести ее либо вот в такую матрицу, здесь нулевые кусочки строки, нулевые кусочки столбца, здесь тоже нолик, либо же мы должны перевести ее в такую матрицу, минус А трансформированная, 0, 0, 0. Ну и на самом деле, где вложение начинается с того же, там можно какие-то статологии насчет вложения, то есть 2 локации, но там типа эти 4, 5, то можно вложить то есть в природу и 100 в таком. Вот. Ну и вот у нас есть некоторая цепочка вложений и хотелось бы понять, а что может случиться за обравлением. Ну вот доказывается, что в данном конкретном случае пределы, ну, как бы, что пределы, что объяснение, кстати, этих алгоритмов появится в ходе. Мы будем назначать, не знаю, мы будем назначать остались бесконечные. И по смыслу это, на самом деле, следующий объект. Это то же самое, что бесконечные фенитарные матрицы. То есть вот давайте, допустим, рассмотрим вот такой бесконечный уголочек. И скажем так, что каждое алгебролея целе в нем, на самом деле, ну, вот этот верхний уголочек N на R, состоящий из матрицы последовательных. Рассмотрим объединение этих этих матриц. Ну, очевидно то, что у нас, в результате, мы не можем получить матрицу, у которой будет бесконечное число неналевых элементов в этой табличке, а любую матрицу, у которой бесконечное число элементов, ну, у нас тут или иной целе будет бесконечно преуспользовать у нее бесконечное ноль. Поэтому, на самом деле, вот эта цель бесконечный, это то же самое, что бесконечное синитарное число неналевых элементов внутри таблички. Вот у нас имеется описание всех алгебролей. Мы уже поговорили про то, что, на самом деле, исключительно алгебролей, если мы хотим рассматривать какие-то прямые пределы с коллегодно сильно растущими этими алгебрами, то мы можем игнорировать исключительно алгебролей, соответственно, мы можем делать то же самое, на самом деле, б2 или алгебролей. То есть мы можем рассматривать вложение алгебролей типа B1, алгебролей типа B2, алгебролей типа B3 и так далее. И вот здесь у нас будет D1, вкладывается D2, вкладывается D3. Но утверждается, что каждая из этих конструкций задаст некую локальную простую алгебролей. Более того, на самом деле, две из трех этих алгебролей на самом деле идут за замор. Давайте попробовать понять никакие. Локальная простая алгебролей – это объединение бесконечной цепочки конечномерных простых алгебролей. Любое конечное число элементов складывается в некую конечномерную алгебролей. А если разносить всю алгебру как филикон, то она, конечно, двое, подливает личные методы. Да, но она простая. Но даже если она локально простая, то у нее нет никаких лиевых идеалов, потому что при исключении любого лиевого идеалов любой простой алгебролей – либо все алгебры, либо ноль. Сказать вам, что простая? Она тоже простая, но он в определяющей бесконке состояет в том, что любое конечное число элементов может быть тонным вместо этого личного метода на простую алгебролей. Давайте вернемся к вопросу о том, чтобы мы определили сначала один объект, который у нас будет называться цель-бесконечность, и два вот этих еще объекта, которые… Давайте обозначим типа B-бесконечность, C-бесконечность. Я уверен, что два из этих трех объектов на самом деле это норма. Давайте проверим на понимание, что происходит. Какие? Быстро. На самом деле, вот эти ребята – это не что иное, как SO3, вложенная V105, SO7 и так далее. А вот эти ребята – это то же самое, что SO2, ну ладно, D1 – это некоторая шутка, вложенная V4 – это тоже некоторая шутка, и SO6 тоже это некоторая шутка. Но дальше начинается… SO8 – это уже, ну ладно, SO2, а SO2 – это нормально, да, выбрали. И если мы рассмотрим цепочки вот этих сложений, то легко… Легко придумать тебе способ сделать так, чтобы эти цепочки на самом деле додавали одну другую галкуру. То есть мы сначала… Если 3, то мы можем положить 204, потом 204 – 205, 205 – 206, 207 и так далее. Поэтому если мы половину алгебры в этой цепочке пропустим, то мы получим в пределе этот алгоритм. А какую половину пропустим? Ну, как бы, а какую не пропустим? В общем, на самом деле, это не то же самое, на самом деле, и здесь правильно мыслить себе вот эти штуки, как алгебры матриц размера 2N на 2N, которые сохраняют невыразенную симметрическую форму, которые сохраняют невыразенную симметрическую форму, а здесь вот симметрическую. Соответственно, вот СН я буду обначать как СП2N, это иметь в виду алгебру Ли, сохраняющую… алгебру Ли с матрицей 2N на 2N, сохраняющую некоторую невыразенную симметрическую форму. Соответственно, вот эти ребята у меня будут обозначаться СО, бесконечность, здесь и там, потому что это, на самом деле, одна из алгоритм, а здесь будет алгебра СП, бесконечность, которая… вот. И обсуждается просто, что все эти 4 алгоритм, у нас есть 4 алгоритма, 2 остались в заморозной, осталось 3 не из заморозной. Ну, утверждается, что вот это, на самом деле, самые важные для нас примеры, но есть как бы еще один класс примеров, который сегодня всплывет, сейчас я о нем поговорю. вот эти алгебры мы будем называть, собственно, сенитарными, и каждый из них может быть задано, как вот такие бесконечные матрицы с конечным диском ненуевых элементов, плюс несколько ненуевых слов. ну, в случае… опять же… это… допустимое… самое простое… ну, в случае… с остальными алгоритмами… ну, они там чуть сплотнее… ну, значит, теперь поговорим о такой штуке… значит, смотрите, у нас положение… с остальными алгоритмами… с остальными алгоритмами… она устроена как? вот мы берем как-то матрицу… по сути, рисуем миньёжи… и… много… нарисуем миньёжи на диагонали… и много нолей… или, на самом деле, второй вариант… будет соответствовать тому, что вот мы рисуем минус… а транспонированное для этой матрицы… и снова много нолей… давайте попробуем как-то совместить и корочки расширить эти процедуры… а именно… давайте попробуем задать вложение из SLN… в Пи… ну, обозначение… под значением Пи КЛР… которое будет работать в следующем образом… если у нас есть матрица А в SLN… то мы её будем отображать в… К копий А на диагонали… потом… L копий минус АТ на диагонали… и потом… R просто нолик… а всё, что не влезает в эти блоки… делаем автоматически нулями… вот… это, на самом деле, будет вложение SLN… в SL… N на К плюс L… плюс R… если думать о таких вложениях… как о представлениях SLN… у нас тогда вот это представление… размерности… ну, W… имеющее размерность N на К плюс L плюс R… будет раскладываться в… К копий… стандартного N мерного представления SLN… К копий… потом… L копий двойственного представления… и… и… потом… еще… R копий… тривиального одномерного представления… и… вот… значит… R копий… вот… ну, значит… как-то… из чего вы рассказали… вот такие вложения… ну, во-первых… просто смотреть… просто понимать, что они делают… во-вторых… и помните у себя… то, что, на самом деле, если мы рассмотрим композицию двух таких вложений… то это снова будет вложение… это вот… то есть… что это композиция… мы должны взять такой блок… и снова… несколько раз его скопировать… может быть… умножить на минус один… и транспонировать… ну, еще дописать нулей на диагонах… но, понятно… что мы получим сразу же самое… вот… мы, собственно… будем говорить… то, что… алгебра… локально простая алгебра… диагональна… диагональна… тогда и только тогда, когда она является пределом… вот этих… шрифт… где все шрифты одного типа… и все вложения… те же шрифты одного типа… все вложения… жрифты… жрифты первая… но это на самом деле будет гарантировать… что все вложения в этой цепочке, которые… будут диагональны… диагональны… ну, вот это как здесь… на самом деле… ну, по-хорошему, конечно, нужно отдельно… порасснять… что это значит в типах… B и C… и D… ну, я… по-хорошему, то же самое… то есть… мы должны взять матрицу… нарисовать несколько… одинаковых блоков… потом… ну, знаете, на самом деле… для B и C… вот это минус… а транспланированное смысла… особо не имеет… ну, и потом… просто… нарисовать… на одном… и рассмотреть композиции… таких вложений… опять же… соображение… легко понять… что… как у нас всего четыре… типы… логических алгебры… и достаточно… рассматривать… что это вложение одного… вот… ну, и дальше… давайте… посмотрим… хотя бы один пример алгебры… вот такой… диагональный алгебрилит… который не для… генитарный… диагноз, обозначающий… его SLH2… но в сети… диагональ… в сети… диагональ… в сети… в сети диагональ… в сети… ну, легко… в том, что между SLN и SLH1… нет никаких… ни диагональ… сложений… ну, и композиция… соответствует тому… что если вы рассмотрим… равномерное представление… алгебры… SLH… то… оно может быть разложено… не только в сумму… н-мерного… но в самом деле… следует из того… что у нас… ну, одномерное представление… оно для SLN… только одно… а следующее… минимальное… размерное представление… для SLN… это… н… а следующее… на самом деле… вообще… типа… n-1… пополам… если… н… ну, там… для… н… вот… вот… такая диагональ на алгебре… сл2… бесконечность… давайте использовать вложения на каждом шаге следующего типа… значит, у нас это будет вложение… сл… ну… сл2 вк… то есть сл2 вк плюс 1… мы будем брать матрицу… а… и просто рисовать две ее копии… на диагональ… ну, утверждается… что на самом деле… вот эта алгебра… ли SL2… бесконечность… она не заморозна… ни алгебра ли SL… бесконечность… ни алгебра ли SL… бесконечность… ни алгебра ли SL… это такое милое упражнение на знание… теории вложения алгебра ли SL… в котором… как мы скорее всего… удобно использовать понятие… индус… значит… кто знает… что это такое… индус вложение… вот… цикл… ну и, значит… чему вы видите… разговоры с диагональ на алгебре… ну, на самом деле… там… это… основное… в том… что… значит… есть комбинаторика… в которой… человеческий бороться не умеет… есть вот ее… маленький… очень важный… исключительный… диагональными… глаголами… для которых… получим нежный ответ… теорема… Александр Баранов… Алексей Юлицкий… Александр Баранов… Алексей Юлицкий… честный… честный променок приводить не хочу… это долго… и вообще… но в целом… интересно… человеческий… это описание всех… диагональных… алгебры… алгебры… ну, там возникают… всякие числа… штаймы… какие-то дополнительные… вещественные… параметры… все это… получается… вполне… заживательная работа… вот… ну, теперь давайте так… я немножко поговорил про… индивидуальные… обертывающие… алгебры… на примере… вот… вот… я немножко… поговорил про… локально простые… алгебры… и вот… один… конкретный… путь… в котором… я… на самом деле… можно добиться… ну… просто… можно быть когда-нибудь… в этой комбинации… что-нибудь… вперёд… и теперь… я… на самом деле… готов… формулировать… по крайней мере… в какой-то форме… основных… результат… этого… визу… ну… 1… ну… 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 давайте… давайте… давайте я ещё… распуться… пункта теоремы 1… я… скорее… объяснение… далее… там… аналитика… которая… до 1… а пункта теоремы… 2… вы… значит… это… описание тех… ремитивным… идеалам… на самом деле чуть-чуть другая работа и будет теорема 2 в которой будет дано описание примитивных хуассоновых идеалов интересные случаи в целом результат охватывает все локально простые алгебры ну и собственно давайте я проясню в чем будет заключаться самая простая часть самая простая часть этой теоремы, я начну с теоремой 2 теорема 2а звучит следующим образом ну на самом деле у нас в симметрической алгебре локально простой алгебре то есть три идеала, а именно эти идеалы порожденные нулем на самом деле это всегда уменьшительный идеал, который с максимальной вставаемой точке ноль и вся алгебра в этом построении считательный идеал, уменьшательный и теорема 2а заключается в том, что это все идеалы это все хуассоновые идеалы, радикальные хуассоновые идеалы соперника Г д Mi заморозна сл для склонейчения то ли склонейчения и перечислять 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 по основе идеалов 0 и это все радикальные идеалы если не диагональ не диагональ дальше будет пункт 1b то что все посторонние идеалы все посторонние идеалы диагональ не замор не так описано новая комбинаторика сведения это все эти результаты 2020 2013 2020 они описывали идеалы конечной по размерности а мы можем только идеал ну и будет на самом деле третья часть будет описание перечисления комбинаторных терминов радикальных диагональ радикальных в офисе начали д cetera участников до тех трех до 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 кто понимает, кто приспособлый исцеляет. То есть, тут у нас был пример . Потом был какой-то разговор с локальной простой алгеброй, потом этот разговор с локальной простой алгеброй, вот как-то мы заодно будем привести. По крайней мере, это рассмотрение в специальных, как-то, как-то в виде арены имени меня и Ивана Женкова, которая, значит, одна отличается за тот случай, ради которого переслевывалась одна про универсальные аренские алгебры, а одна про фоаксоновые идеалы с локальной простой и вот. Теперь, собственно, я хочу поговорить про фоаксоновые идеалы с локальной простой алгеброй. Идеал, потому что, на самом деле, эта вещь заметно более простая, и как-то все вы это знаете, просто да. Ну, короче, фоаксоновый идеал, на самом деле, то, что вы знаете, просто как-то вы никогда не знали, что это можно и так называть. Возможно. А возможно, кто-то даже знал, что можно и так называть. Ну, давайте я рассматриваю некоторую нечномерную простую алгебру ли, но давайте как-то будем менее абстрактными и более конкретными. я рассматриваю алгебру ли СЛС, которые я рассматриваю просто как множество матриц n на n следу 0. И теперь вот я хочу понять, значит, что значит, что такое симметрическая алгебра алгебра ли СЛС. Ну, это просто многое члено, но вот этот вектор не может быть. Вот. Значит, что такое, ну, знаете, давайте я дам формальное определение полуосновой структуры на коммунитетная алгебра. Значит, это, на самом деле, такая вот, опять-таки, нужно, естественно, структативная алгебра А. То полуосновая структура – это такое отображение, которое переводят А умножить на А в А и является скобкой ли. Значит, является скобкой ли. Значит, обозначается оно вот так. То есть, мы сюда первый элемент применем, сюда второй. Значит, вот это должно быть скобкой ли. А еще оно должно давать дифференцирование, то есть, на самом деле, у нас должно быть выполнено, что АВСССР равно АСССР на В плюс А на ВССР. Вот. Но, короче, я вам показаю, что если речь идет о алгебрах Ли, то можно думать себе это несколько иначе. Значит, и способ думать себе несколько иначе следует следующему. У нас единственным образом группа GLM действует с сопряжением на матрицу. И в том числе сопряжение оно сохраняет матрицу следа 0. Дальше. Эта деятельность продолжается до действия GLM на театрической алгебре. Это алгебра Ли Эхолед. Можно представлять те виды произведения каких-то там маномов, можно лицать по маномно. Ну и, соответственно, с такой точки зрения, значит, по отклонам идеал это то, что сохраняет, это то подпространство, ну, это GLM сохраняемое подпространство. Не поточечно, а в целом. Вот. Ну и теперь, собственно, вот как бы правильная думать себе об этом, потому что вот у нас есть матрица, мы действуем на них сопряжением, ну и вот там есть, короче, какие-то орбиты, они там как-то вплеиваются в многообразие. И вот. Так. Теперь, собственно, честное определение областного идеала выглядит так, что вот этот И и скобка А лежит в И. в И. Ну, короче, тогда это, что в данном контексте, что в самых важных вариантах. Вот. Ну, теперь все знают, что, собственно, можно брать всякие там радикалы от идеалов. Ну, на самом деле, сколько спуассонов задает с кем спуассонов, сколько спуассонов от двух элементов по алгебре, это просто и коммутация. И дальше оно дело за счет вот этих соотношений продолжается начало. Вот. Ну и, соответственно, можно рассматривать радикальные железные вариантные идеалы. Ну и дальше можно поговорить следующую штуку. Понятно, что любое многообразие является любой железные вариантные идеалы, он будет сдавать некоторые железные вариантные под многообразие. Это железные вариантные многообразие состоит из какого-то числа GLN-орбита. Ну, в которой складывается напряженность матрицы. Матрицы. Нам хотелось бы иметь какое-то определение, которое отвечает вот таким вот конструкциям. Значит, определение, отвечающее таким конструкциям, оно, на самом деле, с точки зрения вот этой действия GLN, выглядит следующим образом. мы берем одну точку, мы рассматриваем ее GLN-орбиту, и мы рассматриваем идеал, который равен нулю на всей этой GLN-орбите. Теперь как все то же самое сказать в том числе мутативной алгебры? В том числе мутативной алгебры все то же самое говорит в следующем форме. Мы должны выбрать некоторый максимальный идеал в алгебре R от нашего SLR. В глубине души все максимальные идеалы, конечно же, точки в целом звезды. mx. Это точка в целом звезды. Дальше. Мы должны рассмотреть максимальный фуассонов идеал внутри mx. R и больше. Так. Ну, теперь, знаете, почему он наибольший и он наибольший? Что значит просто идеал в алгебре? Ну, давайте вот думать в этих терминах как бы один то же самое. Это значит, что этот идеал является GLN-подмозным. Если мы сложим в ней идеалы, которые входят в некоторое подпространство и мотыль, ну, мы получим снова, как бы, снова A, идеал, B, GLN-подмозным. Если каждое подпространство лежало внутри вот этого идеала М, то S przez U20 будет лежать. Такая вот сумма всех идеалов, всех гласонов идеалов, содержавшихся в некотором максимальном идеале, на самом деле, является некоторым гласоном идеалом. Но мы подтверждаем то, что вот эта конструкция с максимальным идеалом, содержащимся в некотором максимальном идеале, то же самое, что идеал, равный нулю на некоторой орбите. И вот эта конструкция по определению дает нам примитивный пуассоновый идеал. Это, собственно, определение. Вот. Ну и давайте, используя это определение, возьмем и опишем все примитивные пуассоновые идеалы в алгебре, пуассоновая алгебра, это все бесконечные. Во-первых, то, чего мы хотим. Мы хотим получить по элементу в SLS-босточках какой-то идеал, который будет просто равен нулю на сей орбите этого элемента. Идеал функции равен нулю на сей орбите этого элемента. И хочется сказать вот в терминах пуассоновых алгебра. Оказывается, это и есть. Вот предсказательные способы выглядят следующим образом. Мы должны взять максимальный идеал соответствующий этой точке в SLS-босточках и рассмотреть все пуассоновые идеалы, содержащиеся в этом максимальном идеале. Мы их можем все сложить. Если мы складываем пуассоновые идеалы, мы получаем пуассоновые идеалы. Если они все лежали внутри некоторого идеала, максимального идеала, сумма тоже будет лежать из третьего идеала. И оказывается, что как раз вот эта сумма и будет множеством функций, равных нулю на сей орбите этой точке. Этой точке. И такие идеалы, которые являются множеством функций, которые обнуляются на некоторой орбите, называются примитивными пуассоновыми идеалами. Альтернативное определение мы видим вот этот максимальный пуассоновый идеал на гриме максимального идеала. Но в основном для этого лета это то же самое, что работает с орбитой. Я думаю, что это не так. Да, но как бы в целом мы в этом определении можем рисовать, мы сами можем не рисовать. Если у нас есть функция, то если это равно нулю на некоторых многообразиях, то и вот из-за буквально она тут может быть. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Теперь давайте вот мы посмотрели на то, как вообще это выглядит для S. Давайте я приведу вам теперь пример того, как можно построить какой-нибудь кулакон, внедривляя ли кулаконов идеалу в симметрической алгебре, это цель бесконечная. Спасибо. 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 Окей. Ну, я думаю, что пяти минут на построение идеалов мне в целом хватит. И даже я теряю функцию. Вот. Так. Я тестирую некоторое число R, и мой идеал будет означаться и не больше R. Почему не больше? Я хочу определить. Дальше. Я хочу определить набор многообразий SLN не больше R, который будет состоять, ну, собственно, что такое SLN. SLN – это матрица N на N. И здесь я захочу, чтобы соответствующая матрица имела RAN не больше R. Но тут выступает некоторый нюанс, потому что, к сожалению, как-то совсем красиво для исследований сформулировать не получается. вот это формулировка реагоги для G, поэтому, видите, это чуть-чуть сложнее, потому что это такие матрицы X, что для них существует такой параметр лямбда, ну, из основного поля. что RAN X минус лямбда единичная матрица не больше, чем R. N. Вот. Ну и, соответственно, вот эти для каждого N я могу задать такое под многообразие. И это обсуждается то, что, ну, в целом легко поверить, потому что оно там конструктивное, неприводимое, неприводимое тоже в целом, если сильно больно, чем R, можно проверить. И, ну, ему соответствует, в соответствии, ему соответствует эта теория Гильдера данная, как некоторый идеал, который я буду обозначать и N не больше R. И давайте я сразу скажу, то, что вот мой идеал и не больше R будет просто объединением всех идеалов, и N не больше R. Вот. Теперь давайте посмотрим на эти страховые вещи и подумать, с чего бы оно вообще, с чего бы оно было по основному идеалу. Горазовали забавный вопрос, с чего бы оно было ни на N по основному идеалу. Теперь вот. Мы видим, что S на преддолирование, вот, давайте, в этот преддолирование и в этот преддолирование идеалов можно по подобным искусствам. Ну, на самом деле, как бы тут сейчас происходит некоторая игра на том, что само по себе SLN как SLN-модуль бездоморфный SLN-звездочка. Поэтому и вложение SLN в SLN-плюс-1 индуцирует, на самом деле, обратное отображение из SLN-плюс-1 звездочка в SLN-звездочка. Ну, короче, выглядит это страшно, а по смыслу это следующая штука. Вот у нас есть матрица N на N. Точнее, N-плюс-1 на N-плюс-1. Мы хотим сделать из них матрицу N на N. Что мы делаем? Ну, и рисовать крестики тут и как бы сказать, что ничего не было. есть нюансы, на самом деле, в том, что с нас хотят матрицу SLN-ноль, но как сделать SLN-ноль? Ну, вычтем достаточное число из них матрицы, будет нормально. Вот. Ну, и теперь давайте проверим следующее. Я управляю, что если вот в соответствии с этим отображением посмотреть, куда перейдется N-плюс-1 не больше R при отображении SLN, ну, на самом деле, SLN, которая изоморсная SLN-звездочка. И обратно вот так. То есть, вот у нас была какая-то N-плюс-1 на N-плюс-1 матрица, при вычитании которой какой-то констант получалась матрица не больше R. Мы ее потом так оп и сократили на матрице SLN-ноль. Просто выкинув куски, которые нам не понравились, и, возможно, еще добавили или вычли сколько-то там копий этничной матрицы. Вот я управляю, что вот это свойство при данной процедуре будет сохраняется. Потому что если у нас есть некоторая матрица ранга не больше R, то ее минор тоже имеет ранга не больше R. А если мы почитали раньше, для того, чтобы получить матрицу ранга не больше R, мы сейчас там не читали диагональные с физической. Ну, здесь тоже что-нибудь такое диагональное с физической обычной, ну, что нет. короче, я управляю, что вот это глупенькое рассуждение с рассмотрением под матриц. И вот оно гарантирует то, что образ SLN-ноль больше R лежит в SLN не больше R. На самом деле, когда N у нас много больше, чем R, то это отражение является сюрлективным. Ну, это доминация. Ну, сейчас, ну, не доминация, а сюрлективная. Доминация, значит, рациональный сюрлективный. Вот. Ну и дальше, на самом деле, из вот этого условия автоматически следует, что у нас пересечение и R плюс 1 не больше R с достаточно больших. Ну, и отсюда следует, что все вот эти диагоны вместе, они будут образовывать некоторые полосозные диагоны с универсальной реакцией. Давайте я закончу, собственно, как-то утверждительно, собственно, там в теореме это напоминает, видимо, 2B, что все пуассоновые идеалы, радикальные пуассоновые идеалы в R от остальной бесконечности равны I не больше чем R для какого-то R. Ну, и думать об этих идеалах, тебе может быть так. Для идеала в целом есть это многообразие. В данном случае это будет под многообразие матриц, которые имеют равен R после того, как мы обещаем не больше чем R после того, как мы обещаем подходящую диагональную матрицу. Ну, и, на самом деле, это будут вот такие бесконечные матрицы, удовлетворяющие этому условию для любой подматрицы NN. То есть, на самом деле, это будут такие вот матрицы, которые после некоторой несложной идентификации будут иметь разный и больше лет. вот такое расстояние имеют все идеалы внутри этой рассматриваемой как радикальные пуассоновые идеалы внутри этой рассматриваемой пуассоновые. И это очень сложно. Ну, просто... Ну а вот так... У меня, возник dt笑у, себя в непосход anxiousе. Кстати. Спасибо.